Возвращение льготы по пайковому углю всем шахтерам-ветеранам Донское Заксобрание добивалось 14 лет, и цели достигли, рассказал на заседании парламента его председатель Александр Ищенко. Госдума единогласно приняла в окончательном третьем чтении законопроект о пайковом угле. Его разработали донские депутаты по поручению губернатора. До сегодняшнего дня право на бесплатный уголь имели шахтеры, проработавшие больше 10 лет на предприятии и вышедшие на пенсию до его ликвидации или приватизации. А те, кто стал пенсионером после закрытия шахты или перехода ее в частные руки, угольного пайка не получали. Новый закон всех шахтеров-пенсионеров уравнял. Справедливость восторжествовала. Несмотря на такое долгое время шахтеров погибших, инвалиды, получившие увечья на предприятии или по общему заболеванию, профессиональному заболеванию, имеют такое же право на оформление пайкового угля. Таким образом, в следующем году число получателей бесплатного угля на Дону увеличится на 1600 человек. Я рекомендую людям, которые предполагают получать пайковый уголь, уже сейчас обращаться в органы, а именно филиал соц. угля Министерства энергетики Российской Федерации, который находится в городе Новошахтинске, для того, чтобы собрать документы, выверить все, получить гарантии на то, что они с 1 января, потому что это уже зимний период, получат этот уголь. Закон вступает в силу с начала 2020 года.